Здравствуйте, уважаемые члены Государственной комиссии! Представляю Вашему вниманию желудокую работу на тему перевода из-за варианта лексики в текстах мемуарного жанра на материале мемуара Александра Ивановича Тельмова «Вхождение за Треморью, Лебединная песня, Крестинская, Повладминовка, К-43». Объектом исследования выступают фразеологизмы, биологические единицы, они имеют общий языковой нормой, предметом способа передачи данных единиц на английский язык. Актуальность данной ФКР можно констатировать в позиции лексикологии, так как состав таких поступлений, как радиологизм и этические единицы в том, что общество постоянно меняется. В позиции переводоведения, так как их перевод сопряжен с трудностями в принятии нестандартных переводческих решений. Также в позиции лимбокультурологии, так как сопоставление таких единиц лексики и их соответствий позволяют составить лимбокультурологический портрет английского и русского говорящего сообщества. Эмпирическую базу исследования составили русская и английская версия ремуаров Александра Ивановича Терриным «Ухождение за перемотом». Перевод сделан близким другом, товарищем Александра Ивановича Терринова, индийским вице-ангерамом и сангеранатом Ранишем. Отчасти, в связи с тем, что текст переведен не профессиональным переводчикам, а специалистам в области военной сферы, в работе выдадутся гипотезы о том, что перевод будет в большинстве случаев учитываться путем использования нейтральной лексики, либо описательным способом. Целью данной работы ставилось выявление способов переводов в радиологии и лексик с отклонениями общей языковой нормы, текстно-меморной нормы. Для достижения данной цели были поставлены определенные сдачи, которые вынесены на сцену. Также на экран выведены методы, которыми они пользовались для решения поставленных задач. Теоретическую массу исследования составили труды специалистов в области природоведения, в области мемористики, в области радиологии, а также других ученых, фамилии которых тоже в длинной слайде. Библиографический список, включая 50 источников на русском языке и 4 на иностранном. Работа содержит две главы. В первой главе освещаются научные положения, послужившие теоретической базой данного исследования. В начале второй главы была предпринята попытка классифицировать мемору Александра Ивановича Теренова по уже имеющемуся в науке классификации. Результаты данного классифицирования представлены на слайде. Далее, в виде наскольких выборки в тексте оригинала было отобрано 119 прозеологизмов. Проведенный сопоставительный анализ выявил такие способы перевода, как описательный перевод, коркирование, замена аналогом, замена эквивалентом, а также другие способы, которые не вошли в классификацию, которыми пользовались при определении способов перевода. На экране выведены примеры перевода описательным способом, а также при помощи коркирования. Прошел прийти внимание на то, что фразеологизм, выделенный фиолетовым цветом, наступать на одни и те же грабли, встретился в тексте дважды, при этом был переведен двумя разными способами, описательным и коркированием. На данном стаде представлены примеры перевода эквивалентом и аналогом. Различие между ними состоит в том, что аналог передает то же значение, но используется при этом другой образ. Значительное количество фразеологии было переведено способами, не вошедшими в классификацию способов перевода, на котором и опирались, как я уже сказала ранее, а именно опущение, замена контаминированным словом, описательный перевод в сочетании с андонимией, замена эквивалентом с частичным опущением и другие способы. Например, во втором случае продемонстрирован пример, где имеется замена контаминированным словом. Заглядый друг переведено словом френами, то есть это контаминация. Среди еретических единиц с склонениями от общей языковой нормы было выявлено всего 12 единиц, включающих 9 жорганизмов и 3 архаизма. Данные лекции были переведены с использования замены на эквивалент аналог и нейтральную лексику в 7 случаях, описательным переводом в 3 примерах, а также коркированием в 2 случаях. Результаты количественного анализа приемов перевода лексики с отклонениями от общей языковой нормы выведены на экранах. Таким образом, по завершении данной работы были сделаны следующие выводы. Специфика мемуарного жанра состоит в субъективной оценке объективных событий. Экскрессивность оценки, среди прочего, выражается посредством фразеологии и лексики с отклонениями от общей языковой нормы. Фразеология отражает единство и различия национальной языковой картине мира. Наиболее шестой способом перевода стал описательный перевод для фразеологии, а для жорганизмов и архаизмов наиболее шестой способом стала замена. Результаты количественного анализа можно объяснить тем, что перевод был сделан непрофессиональным переводчиком, как я уже говорила, специалистом в области военной сферы, а также тот факт, что переводчик являлся носителем индийского варианта английского языка. И гипотеза о том, что лексические единицы с отклонениями от общей языковой нормы и фразеологизма будут переводиться наибольшей степени путем замены нейтральной лексики или описательным способом, подтверждена. Спасибо большое за внимание.